Театральная площадь в минувшие выходные превратилась в сказочную страну, где исполнялись желания маленьких ее жителей. Более ста детей стали участниками музыкально-развлекательной программы «Новый год в каждый дом». Подробности в первом материале выпуска. Старый год вышел на финишную прямую. Наступила самая радостная для детворы пора – каникулы. Вместе с конфетти, подарками, мишурой, мандаринами и, конечно, Дедом Морозом со Снегурочкой. В 11 часов дня, в минувшую субботу, вокруг елки на Театральной площади собралось много юных славянцев. Мне нравится это, ну как организовывают, красиво. Я Мороз и Славянский району, а так не зашел, и близняк на ней о том, а так не зашел. По поручению главы Славянского района Романа Синеговского, специалисты Управления по культуре совместно с Управлением образования пригласили ребят вместе с родителями на мероприятие в преддверии новогодних праздников. На Театральной площади прошла музыкально-развлекательная программа для детей «Новогодний хоровод». Сказочные герои закружили ребят в новогодние карусели. Вместе они водили дружные хороводы, играли в подвижные игры, отгадывали загадки. На этом праздник для детей не закончился. Впереди их ждала игровая программа «Новогодние приключения волка и семерых козлят». Ребята участвовали в конкурсах, пели и веселились. Анастасия Анохина из города Славянска-на-Кубани учится в пятом классе школы номер 16. На представление приехала вместе с одноклассниками. Говорит, что такие мероприятия помогают создавать новогоднее настроение. Интересно, красиво, интересно, что будет дальше. Ребята весело пели, водили хоровод, играли со сказочными героями. И, конечно же, получали долгожданные подарки от Деда Мороза и Снегурочки. Тина Копачевская, Александр Косицын, программа «События». Корректор А.Кулакова Тина Косицын